привет в магазинах люра мерлен продается много разных светодиодных прожекторов я изучил 5 прожекторов разных производителей с указанной мощностью от 30 до 70 ватт и ценой от 500 до 700 рублей я сразу прошу прощения за то что в этом видео не будет собственное видео а будут только фотографии я понимаю что вам интересно посмотреть как именно я тестировал прожекторы как я измерял их световой поток в сфере как я измерял их мощность но вот к сожалению все происходит по скрипту я уже на самом деле написал текст и обзор и сейчас снимаю это видео очень постараюсь следующий раз все подробно заснять и сделать действительно видео про то как происходит ну а сейчас просто результат и так в тесте приняли участие прожекторы люминарт и як а перрон и два безымянных прожектора в названии у которых только цифры у большинства дешевых прожекторов две проблемы стопроцентная пульсация которая делает свет неприятным и в некоторых случаях приводит головным болем и обострение нервных заболеваний а также завышение мощности есть и беды поменьше плохая цветопередача и работа в узком диапазоне напряжения питания я измерил параметры прожекторов после получасового прогрева и получил вот такие результаты к сожалению четыре из пяти прожекторов имеют стопроцентную пульсацию я считаю что такие прожекторы использовать не стоит с мощностью врут все причем а перрон и производитель безымянных прожекторов врут аж вдвое вместо 30 ватт всего 15 вместо 50 только 24 а вместо 70 34 сам удивительное что безымянный прожектор 70 ватт под названием 5 2 8 2 4 1 оказался оснащен импульсным драйвером то есть он работает без изменения яркости при напряжении питания от 148 до 260 вольт у него хорошие светодиоды с индексом цветопередачи 83 и у него нет пульсации это единственный прожектор который можно покупать можно использовать но есть один нюанс дело в том что прожектор это безымянный и поэтому других партиях может оказаться все что угодно может быть и пульсация и линейный драйвер они импульсные но вот конкретно этот на котором на этикетке написано 05 21 то есть май 21 года он хороший да он конечно не 70 ваттный а 34 ваттный и светит он как 200 ватт на лампа накаливания но по крайней мере без пульсации и с хорошим индексом цветопередачи и в широком диапазоне напряжения ну единственное что конечно я не знаю насколько долго он проработает ну можно надеяться что хотя бы годик проработает в любом случае прожектора леруа можно без проблем возвращать магазин если вы покупаете предъявляя сервисную карту то на возврат дают целый год так что если купите такой он окажется не такой хороший как тот что я протестировал без проблем можно его сдать интересные прожектора а перрон которые у них такая модульная конструкция их можно свинчивать встык по вертикали по талии и цветовая температура 4000к они 6500 как у всех остальных то есть не такой холодный свет но увы стопроцентная пульсация и конечно это использовать тоже не получится ну особенный энтузиасты наверно могут прожектор вскрыть потому что он единственный всех имеет разборную конструкции попытаться туда впаять конденсатор чтобы пульсации не было но насколько это мероприятие будет успешным я не знаю ну и в конце покажу как выглядит прожектор прожекторы вот 30 ватт на и люминарт и к и безымянный ну видно насколько безымянный меньше в общем 30 ватт там конечно быть никак не может и вот два безымянных 30 70 ватт ну который на самом деле 15 и 34 ватт к сожалению все прожектора нижнего ценового сегмента имеют заочную мощность и у большинства из них стопроцентно пульсация я прекрасно понимаю почему производители завышают мощность на совершенно не могу понять зачем экономить на копеечный конденсатор сглаживающих пульсацию ну видимо считает что покупателям все равно отдельный вопрос надежность к сожалению лабораторных условиях я не могу измерить как долго проработает каждый прожектор и это такая лотерея то есть может проработает долго может проработать пару месяцев ну в любом случае гарантия есть она работает и леруа мерлен без проблем сдохшие прожектора и лампочки принимает в общем надеяться на то что дешевые прожекторы будут хорошими мне кажется не стоит потому что сколько я протестировал и в общем особо хорошего нет поэтому конечно если хотите чтобы было хорошо лучше убирать более дорогие качественные модели спасибо за внимание подписывайтесь на канал до свидания